Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем рассматривать текст, это книга «Исход», первая глава с 15 по 21 стих, и мы зададимся следующим вопросом, почему Господь Бог благословил двух повивальных бабок, которые обманывали правителя Египта фараона. А как мы знаем, всякая власть от Бога, но они лгали. И когда читаешь в книге «Исход» вот эту историю, вспоминаешь обвинение против церкви, что якобы мы допускаем некую святую ложь, святую неправду и так далее. А как на самом деле? Давайте сначала прочитаем этот отрывок. Это первая глава книги «Исход» с 15 по 21 стих. Часть уже этого отрывка мы читали, когда отвечали на прошлый вопрос. Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал им, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умешивляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону. «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, буквально, а не как животные, потому что еврейские женщины в труде пребывали. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие, то есть, казалось бы, за эту неправду, за сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался, и так как повивальные бабки боялись Бога, то он, то есть Господь, устроял дома их». Есть две точки зрения по повивальных бабок. Одна точка зрения, в прошлый раз мы ее озвучили, есть предание, что одна из них – это мать Моисея, другая из них – это сестра Моисея, а их имена означают характер служения, которое они совершали. Одна утешала детей, другая брала на себя всю главную работу, связанную с рождением. А есть точка зрения, что они даже не были еврейками, потому что их имена, как бы, мы не находим еврейских корней в их именах. Они могли быть египтянками, но при этом они могли настолько срастись с еврейским народом, что проявляли сострадание. Рассматривая прошлый вопрос, мы выяснили, что они не могли две бабки повивальных окорблять столько женщин, если народу было там более двух миллионов человек. Конечно, они были руководители цеха повитух, но как авторитетные люди они настраивали и остальных повитух, не умершлять детей, мальчиков, оставлять их в живых. Немножко непонятно, а почему вот велась всегда борьба против этого народа. Потому что дьявол знал, что от этого народа родится тот, который будет спасителем мира. Я имею в виду Иисуса Христа, нашего Господа. Поэтому все эти холокосты, все эти погромы, все это всегда имело определенную, совершенно конкретную направленность. И, конечно же, здесь надо разобраться, а была ли ложь в тех словах, которые говорили повивальные бабки? Конечно, была. А что это? Святая ложь. Это что? Допустимая ложь, если в Писании сказано, что всякая неправда есть грех. Во-первых, такой приказ фараон не имел права отдавать ни по человеческим законам, ни по божеским. По человеческим законам того времени любой правитель, рабовладелец, он должен быть заинтересован в том, чтобы у него было как раз как можно больше рабов, именно мужчин, которые выполняют самый тяжелый труд. А здесь все делалось по хитрой схеме. Они оставляли только девочек, чтобы потом они ассимилировались с рабами из других народов или с египтянами, и таким образом этот народ бы прекратился. Но смотрите, что сказал Господь Аврааму. Это книга Бытия, 15 глава, 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Вот порабощение и угнетение, да, вот Господь это попустил. А чтобы младенцев кидать в воды Нила, ни о каком умершлении здесь ничего не сказано. Поэтому, поступая таким образом, подталкивая, провоцируя повивальных бабок, фараон совершал преступление не только с человеческой точки зрения, но и с божественной. А теперь давайте посмотрим, что пишет Блаженный Августин. «Ложь часто бывает для чего-либо спасения». Это изъяснение псалмов Блаженным Августином. «Ложь часто бывает для чего-либо спасения или благополучия, не для зла, а из милосердия, как, например, в Исходе. Ложь тех повивальных бабок, которые сообщили фараону неправду, чтобы не убивали сынов Израиля». Однако достойно похвалы не само деяние, но природная склонность, так как тот, кто лжет только таким образом, ради сохранения жизни, однажды удостоится освобождение от всякой лжи. И есть предание, что эти две женщины, они не были еврейками, они были египтянки, но за то, что они так поступали, Бог устроял их домы. Что значит их домы? Они прошли Геур, присоединились к еврейскому народу, отреклись от идолопоклонства, и Бог дал им мужья евреев, и они устрояли домы свои, то есть Господь помог им, каждый из них создать свою семью среди народа Божия. Посмотрим, что пишет Амвросий Медиаланский, это его работа о бегстве от мира. Амвросий Медиаланский, святитель, пишет, «Наконец, и о прочих еврейских женщинах сказано тебе, что они рождают прежде, нежели придут повивальные бабки». Здесь уже аллегорическое столкование. «Потому что души праведных не ждут для себя изобретения особых искусств и наук и не требуют спомоществования для возрастания, но по доброй воле приносят плод, превосходя ожидания». Как я вам уже сказал, если дословно рассматривать текст, то там, где мы читали с вами, что эти бабки были при родах, на самом деле они были при каких-то родовых камнях, ну что-то наподобие кресла для роженицы. А Амвросий Медиаланский, святитель, он эту ситуацию немножко меняет, он говорит о духовном, что если человек духовно рождается, для него достаточно бывает Божьего одобрения и ждать там какой-то особой помощи от других людей, иногда просто не приходится. Как мы видим, любой текст можно истолковать как в его буквальном смысле, так и в его аллегорическом смысле, потому что в Библии есть тексты, которые просто запрещено толковать в буквальном смысле, разрешается только в аллегорическом. Ну, например, разбейте младенцев их о камне. Понятно, что это не призыв к детоубийству, это свидетельство о том, что если мы в себе сокрушаем греховные склонности в их детском, младенческом состоянии, о камень веры в Иисуса Христа, это сделать легче, чем нежели когда склонность вырастает во «взрослый» в кавычках поступок, тогда это сделать намного сложнее. Этот вопрос, он часто возникал во разные времена, во все времена человеческой истории. Можно ли совершать преступления ради жизни? Можно ли врать? И многие, отвечая на него, говорили, что сама человеческая жизнь — это величайшая ценность. И мы, православные, всегда исповедовали, что это священный дар, священный дар жизни, который мы должны оберегать, насколько это только возможно. И то, что делали эти повивальные бабки, шифры и фуа, то, что их имена не пропали в истории, это самые известные во всем мире повитухи. Их имена сохраняются на протяжении тысячелетий. Блажена память тех, которые оберегают и защищают жизнь. Поведение этих двух женщин может вдохновить тех, которые ведут борьбу с абортами. Некоторые не всегда знают, как это можно делать. Прежде всего, надо находить слова увещевания для тех женщин, которые оказались в сложном положении. Их подталкивает общество к совершению этого греха — аборта. Один средневековый автор, экзегет, богослов, однажды сказал, что в этом грехе абортирование виноват кто угодно, но женщина виновата в меньшую очередь. Потому что тут больше вины, конечно, лежит на мужчине, который не создал нормальных условий для предполагаемой роженицы. Больше ответственности лежит на обществе, которое может прямо провоцировать неопытную молодую женщину, подталкивать ее к совершению аборта. И вот все эти причины надо изучать и исследовать. Борьба за жизнь продолжается. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!